Ситуацию на рынке труда премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня обсудил на расширенном совещании. В нем приняли участие руководители федеральных министерств и регионов, а также представители крупнейших предприятий. Ситуация на рынке труда в российском правительстве находится на постоянном контроле. Премьер-министр отметил, что региональные власти обязаны оказывать поддержку каждому, кто уже потерял работу. В прошлом году количество предприятий, сокративших свой персонал, выросло в два раза. В марте 2015 безработица по стране достигла пиков 4,5 миллиона человек, но в декабре этот уровень все же начал снижаться. Нам удалось избежать массовых увольнений. В целом, если сравнивать ситуацию прошлого года с кризисными периодами 8-9 годов, она, конечно, была в прошлом году заметно лучше. Это во многом связано с теми мерами, которые мы принимали, ну и, конечно, связано со спецификой. Того спада, который мы переживаем. Дмитрий Медведев отметил, что российским субъектам на содействие занятости было выделено более 3 миллиардов рублей. В этом году из федерального бюджета на эти цели планируют направить аналогичную сумму. Еще 7 миллиардов заложены в казне в качестве резерва. Эти средства пойдут на опережающее обучение специалистов и организацию временных работ. На совещании председатель правительства России отметил эффективную работу Чебоксарского центра занятости. Нам нужно активизировать работу таких структур по всей стране. Они позволяют оперативно помогать людям с трудоустройством. Там действительно современные поисковые системы стоят, база данных существует. Ну, есть, естественно, возможность зарегистрироваться в качестве безработного и впоследствии проходить необходимые процедуры. Но самое главное, что все-таки это такой офис, который занимается рынком труда на профессиональной основе, и куда может зайти любой наш гражданин. Есть и мобильные офисы, мы их тоже посмотрели. Так, в общем, вполне удобно, когда такой небольшой автомобильчик вместе с операторами, вместе с информационной системой может приехать в самый дальний край или в дальний район и провести прием людей, которые ищут работу. Работа по снижению напряженности на рынке труда должна вестись постоянно. Большую роль в этом отводят регионам. Министр труда и социальной защиты России Максим Топелин отметил, что Чувашская республика реализует все задачи, поставленные федеральным правительством. Полностью была реализована эта программа. У нас были регионы проблемные, которые не смогли реализовать, не смогли справиться с реализацией этой программы. Чувашия достаточно оперативно и эффективно реализовала дополнительные мероприятия и по переобучению в том числе. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Андрей Шоклев. Республика.